Мы приехали, вот две сумки, что можно было туда положить, ничего нельзя. Бежать без оглядки из родного Луганска ее заставила война. Вместе с мужем, заловкой и племянницей, говорит, собирались так, что забыли половину документов. До российской границы буквально мчались, ведь Александр Мирошниченко скоро рожать. Беспокоились за ребенка. Идешь домой, видишь, как истребитель летит, они бежут впереди, а я беременна, мне бежать нельзя. И думаешь, добежишь ты до укрытия или нет. Российская сторона пообещала им укрытие на год. За это время, надеются, станет понятно, как и где жить дальше. Крышу над головой в Орске предоставила родственница. Волонтеры помогли с вещами и финансами на первое время. Спасибо огромное. Спасибо вам, господи. Можно кого-нибудь сюда поселить. Пошлите сюда еще. Здесь тоже комната. Правда, кровати нет, но можно поставить. Житель Оренбурга готов отдать беженцам целый этаж своего дома. Все безвозмездно. Приезжай и живи. Отец постоянно в разъездах, у братьев свои семьи. Вот и решили, жители из Украины не потеснят. Тем более Ростовской области надо помочь. Беженцы непосредственно сами уже пишут. И они писали, что их поселили в одной комнате 13 человек. Представляете, какие условия. Иван Марков – оренбургский куратор благотворительной группы «Мирное небо». Ее создали российские пользователи соцсетей с целью помогать беженцам Украины. Здесь те, кто готов предоставить братскому народу крышу над головой, а также гуманитарную помощь. Уже откликнулись десятки оренбуржцев. Здесь есть для взрослых, для женщин. Теплые вещи есть. Даже вот костюмчик я смотрю какой-то. Официально в Оренбуржье из Украины приехало 10 человек. Беженцами их называют заочно. Никто пока не получил этот статус, но правительство обещает оформить в кратчайшие сроки. Все нашли приют у родственников, но тем, кому податься будет некуда, жилье найдут. В Центре социальной адаптации иммигрантов есть место для 200 человек. Мы готовим фонды, они у нас есть. В готовности силами МЧС развернуть лагерь на 500 человек там, в Ростовской области. Обеспечить беженцев не только жильем, но и работой могут фермеры региона. Они активно предлагают свою помощь и даже финансовую. Кроме того, деньги есть и у фонда, который был создан на поддержку Крыма. Так что в Оренбурге украинцев уже ждут как родных. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлев. При содействии ТРК Евразия. Наше время.